Всем привет! В сегодняшнем видео я хотела поделиться с вами несколькими советами, как легко и быстро выучить английский язык. Немного предысторий. Я выучила английский до довольно высокого уровня ещё в школе, когда мне просто приспичило после нашей старшей школы поехать на год поучиться в Америку, в американской школе. Однако, чтобы поехать туда, да ещё и по стипендии, мне нужно было сдать экзамены по английскому на очень хороший балл. И в тот период, за год, я смогла с обычного среднего уровня самостоятельно подтянуть английский до очень приличного. Так что я смогла уехать в Америку и поучиться в школе, как мне и хотелось. В этом видео я хотела поделиться с вами советами, как можно выучить английский дома, самостоятельно, чтобы потом поехать учиться за границу или просто свободно разговаривать по-английски во время путешествий. За свою жизнь мне удалось довольно много пожить, поучиться и поработать за границей, а также поработать репетитором более пяти лет. Так что я уверена, мне есть что вам посоветовать. Поехали! Первый совет будет довольно общий и скорее даже мотивационного характера. Если вы хотите быстро выучить английский язык, вам нужно чётко понимать, зачем вы это делаете. Сформулируйте чётко для себя, какой уровень английского вам нужен, к какому сроку, нужно ли вам сдавать какой-то экзамен, а какой балл вам нужен на этот экзамен, а когда вы можете его сдать, может быть даже посмотрите дату. Обычно, если цель очень размазанная и вы не понимаете что, для чего, когда, вы просто продолжаете прокрастинировать и ничего не делать. Однако, если у вас есть конкретный дедлайн и объём информации, который вам нужно усвоить, вы сможете составить себе чёткий план действий и следовать ему. Я уверена, что у многих людей, кто меня смотрит, цель будет уехать учиться куда-то за границу. Если ваша цель именно такая, прямо сегодня возьмите, найдите тот университет, программу, стажировку, посмотрите их требования, посмотрите их дедлайны. Так вам будет намного приятнее учить английский язык, потому что вы будете знать, зачем вы стараетесь. Если вы в науке, мотивацию можно вообще не искать. Вы прекрасно знаете, что все международные конференции проходят на английском языке. Все ваши серьёзные публикации будут в международных журналах, без английского просто никуда. Также я уверена, что вы не хотите упускать классные возможности учёбы за границей, PHD, магистратуры, те же самые стажировки, только из-за того, что вы недоучили какой-то английский язык. Ну подумайте, это такая глупость. Если вы входите в одну из этих категорий, пожалуйста, начинайте учить английский прямо сегодня, не откладывайте. Я уверена, что у вас всё получится. Для быстрого результата важно иметь структурированные знания в грамматике английского языка. Благо у английского языка, несмотря на все исключения, которые там имеются, есть чёткая структура. Чтобы в этом разобраться, вам нужна хорошая литература. Я вам посоветую одну серию книжек по грамматике, в которой, мне кажется, просто очень логично и легко изложена вся информация о грамматике английского языка. Серия книжек называется English Grammar in Use. В этой серии есть книжки как для новичков, то есть совсем там для beginner, elementary, также есть книжки среднего уровня и есть книжки уровня advanced, в которых уже вообще очень сложная грамматика и какие-то микроскопические детали. Все эти книжки можно купить либо у нас в России в книжных магазинах, они не очень дорогие. Или, если вам не хочется совсем тратиться, их запросто можно скачать в интернете. Так что не ленитесь, это очень классная литература, очень советую вам решать хотя бы по юниту в неделю. И вы заметите, что через несколько месяцев у вас улучшится намного понимание английского языка и его грамматики. Я поищу для вас ссылки на эти книжки и оставлю их в описании к этому видео. Продолжим разговор о ресурсах. Чтобы тренировать другие навыки в английском языке, кроме грамматики, то есть чтение, аудирование, письмо, говорение, я хотела бы вам посоветовать еще несколько книжек. Здесь, конечно, сильно зависит от вашего уровня. Если вы считаете, что вы еще новичок и что у вас еще может быть elementary, то советую вам начать именно со специальной литературы, которая написана для людей, изучающих язык. Здесь я бы хотела вам посоветовать две книжки. Первая книжка на самом деле очень интересная. Эта книжка написана создателями TED и National Geographic. Эта книжка называется Keynote, и ее тоже можно запросто скачать в интернете. Я постараюсь оставить вам ссылку в описании. В этой книжке не просто какие-то тупые английские тексты, а реально очень интересные темы и адаптированные лекции. В дополнение к ней для новичков я бы посоветовала посмотреть American English File. Эта книжка не такая интересная, она скорее похожа на классический учебник по английскому языку, но там есть очень классные секции именно по разговорному английскому. Первые книжки в Keynote, там более такие тексты на интересные темы, не то чтобы там повседневные, как заказать кофе или там сходить в магазин. Но все-таки база такая разговорная, я уверена, вам тоже необходима, поэтому за ней идите в American English File. Все тоже можно скачать в интернете. Если у вас уже уровень повыше, например, pre-intermediate, intermediate или дальше, я бы вам советовала уже использовать реальные ресурсы, написанные на английском языке. Например, читать книжки на языке оригинала. Честно говоря, в свое время мне это просто безумно помогло. Когда вы читаете книжки в оригинале, это очень сильно увеличивает ваш словарный запас. Когда я учила английский самостоятельно для поступления в Америку, я именно так и сделала. Первая книжка, которую я полностью прочитала на английском, была Catcher in the Rye, над пропастью воржи. Конечно, это художественная литература, и читать мне ее, по правде говоря, было вначале очень сложно. Но что я делала? Я брала и подписывала перевод практически каждого слова, которое я не знала. А потом я эти слова прорабатывала. Я либо их выписывала к себе в блокноты, перечитывала, либо делала такие карточки и учила слова. В общем, пока я читала эту книжку, я выучила столько слов, что к концу мои страницы уже не были исписаны от и до. А я максимум подписывала несколько слов. Большой словарный запас действительно очень важен для высокого уровня английского языка. И слова, к сожалению, не будут учиться сами, если вы не будете сами прилагать к этому усилия. Посоветую вам несколько книжек, написанных на английском, которые сейчас у меня есть дома, и мне кажется, они очень интересны. Если вам нужны рекомендации, какую бы книжку почитать на английском, попробуйте их. Во-первых, посоветую вам книжку Sapiens. Я уверена, что вы знаете, это краткая история человечества. Очень интересная книжка. Мне кажется, что она написана не очень сложным английским языком. И очень много полезной лексики. Рекомендую, это будет увлекательно и полезно. И вторая книжка называется Never Eat Alone. Это книжка про нетворкинг. Как заводить правильные знакомства, как общаться с разными людьми. Если вам близка эта тема, если вам интересно больше узнать, как строить связи в обществе, или, может быть, даже заводить друзей, эта книжка тоже написана очень весело и очень легко. Рекомендую. Когда вы учите английский язык, очень важно прокачивать разные навыки. Например, вы прокачиваете чтение и словарный запас, читая оригинальную литературу. Но этого будет недостаточно, потому что вам нужно тренировать аудирование, то есть listening тоже. Для этого я могу вам посоветовать, например, смотреть англоязычный YouTube. Что может быть проще? Вы уже находитесь здесь. Подумайте, например, в каком городе хотелось бы вам жить, и найдите блогеров, которые живут там. Это будет не только полезно с точки зрения английского языка, но вы еще немножко мотивируете себя на развитие ваших навыков, потому что вы будете видеть, зачем вы это делаете. Если вам немного сложно понимать английскую речь на слух, очень советую вам включать субтитры. Но включайте субтитры лучше на английском языке. Я лично очень много, когда учила английский, смотрела YouTube именно от англоязычных блогеров, и я смотрела как обычные влоги, так и видео про путешествия, просто, не знаю, что-то по другим моим хобби, там по макияжу, кино, фотографии. И это действительно очень помогло мне не только понимать вот эту речь, которая в учебниках, знаете, этими лекторами, которые обучены говорить так, чтобы их понимали, а именно слушать разную речь от разных людей, может быть, узнавать какие-то разговорные фразочки, слэнк. Смотрите по видео в день, и это точно вам принесёт результат. Также из того, что посмотреть на английском языке, также можно субтитрами на английском, если вам так проще, сериалы. Все мы и так смотрим сериалы и тратим очень много времени на них, так почему бы не провести это время немножко с пользой? Я бы вам посоветовала посмотреть на английском сериал «Друзья» и «Как я встретил вашу маму», то есть «Friends» and «How I met your mother». Я рекомендую именно эти сериалы, потому что в них серии довольно короткие, всего 20 минут, то есть вы не устанете, и всё ещё будете наслаждаться этим, и будете сконцентрированы. И также потому что это сериалы про жизнь, про какие-то обычные, повседневные, рутинные ситуации, и вам будет просто полезно послушать, как об этом говорят на английском языке. Фильмы тоже можно смотреть, однако фильмы я бы советовала уже для людей более продвинутого уровня, потому что это уже минимум полтора часа, и сидеть сконцентрированно, если вам тяжело понимать, даётся намного сложнее. Также будьте внимательны, какие фильмы вы пытаетесь смотреть, не нужно идти на какую-то американскую классику, типа там «Карты, деньги, два ствола» или что-то такое, потому что там и очень прокачанному человеку в английском будет сложно понять, что происходит. По таким фильмам учиться лучше не надо. Друзья, пока я придумывала для этого видео, какими советами я могу с вами поделиться, я, честно говоря, придумала столько, что в одно видео это просто не уместить. Поэтому я решила разделить его на две части. В следующем видео я также расскажу вам, как прокачать навыки по говорению, то есть speaking, я вам расскажу, как эффективно учить слова, и обсужу с вами, нужно ли нанимать репетитора или идти на какие-то курсы. А пока что обязательно попробуйте начать читать какую-то книжку на языке оригинала, или скачайте литературу, которую я вам посоветовала. Последний маленький совет, который я хотела бы вставить именно в это видео, это то, что, чтобы выучить язык, вам нужно тренировать его регулярно. Очень важно каждый день делать хотя бы 10-15 минут какой-то практики языка и не откладывать это в долгий ящик. Если вы будете в день учить по пять новых слов, если вы будете смотреть одно видео на ютубе или читать одну страницу книжки, это даст вам результат через несколько месяцев. Поэтому не ленитесь, вспоминайте зачем вы хотите учить английский язык и начинайте действовать прямо сегодня. Спасибо большое, друзья, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным, и я немножко замотивировала вас продолжать учить английский язык. Обязательно ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео, и оставляйте в комментариях, Остались ли у вас еще какие-то вопросы по изучению английского языка? О чем вы хотели бы узнать побольше? Не забывайте подписываться на этот канал, чтобы не пропустить новые видео, и мы увидимся с вами очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok